Так вышло, что вот сейчас 4 утра, я сижу на сцене на полу. И мне очень хочется поговорить про вдохновение и про то, кто меня вдохновляет. И на фоне весны и 8 марта, прошедшего недавно, выделить именно женщин. 5 женщин, которые изменили мою жизнь. Я уверена, что вы либо согласитесь со мной, либо откройте для себя что-то новое. Поэтому с вами Таня Старикова. Поехали! С кого я начну? Я ворвалась в твою жизнь и ты оболвалась. Ну вот тут как раз вы скорее согласитесь, да? Земфира это все-таки не просто музыкант, это целая эпоха. И на забытой тобою фотке. Ну минус 140, ну лето, ну ужас! Пол страны знает ее песни вплоть до... У вас была вот эта розовая кассета? Я вообще не люблю себя утруждать. Такая фраза. Это значит, что я сморозила чушь. Хорошо. Потому что мне кажется, что вы себя очень утруждаете. Очень! Из моего любимого, что я смотрела с ней когда-либо, это интервью, которое она давала Ренате Литвиновой. Смотришь и понимаешь, что у человека какое-то несгибаемое мнение, такая артиллерийская прямота и сногсшибающая харизма. Мне угодить очень сложно. Я недовольна музыкантами, недовольна собой очень часто. Недовольна публикой. Иногда мне кажется, что они могли быть и активнее, и любить побольше. Но я считаю, что нам повезло жить в этой стране, в это время и разговаривать на этом языке. Потому что мы можем понимать, о чем она поет. Я понятия не имею, как объяснить эти чувства иностранцам. Рааа! Разочарованные фильмом, очарованные небом глаза. Это была Земфира. Следующая девочка тоже для меня такая очень важная. Это Кара Делевинь, модель, которая в моих глазах поменяла восприятие женской красоты, которая всегда, особенно модельная, была такая очень восковая. Какая-то, ну такая. А Кара, если смотрите ее инстаграм, вы никогда даже не подумаете о том, что она вообще модель. Потому что у нее все фотографии такие, типа... Хайли! Это настолько круто. Вот сейчас, по-моему, у ВОК последний слоган. Don't show your selfies. Show yourself. Не показывай свои селфи, показывай себя. Такой, какой ты есть. Я считаю, пример для всех девочек, которые стесняются чего-то в своей внешности или в своем характере. Не надо стесняться. Здесь время так быстро, вечно, вечно, вечно. Меня звали Лиля Лунгина. Это чудесная женщина-переводчица советская, которая подарила нам, например, малыша Карлсон, который живет на крыше, таким, каким мы его знаем. Вот это вот... Лужина, у меня еще ложечка варенья. Но я, конечно, не узнала бы о ней, как о человеке, если бы по ее воспоминаниям не был бы снят фильм, а потом выпущена книга, которая называется «Подстрочник». Это рассказ, в котором жизнь обычной девочки отражает в себе вот как карманное зеркальце весь 20 век. Бёрсткова я до этого видела забавного вида мальчика, ярко-рыжий шевелюрой. И я поняла, что меня арестовали, очевидно. И вот мы же учили историю, мы же знаем все, в принципе, что там был СССР, что были, например, аресты в 30-е годы, что очень-очень-очень много людей было арестовано. Но как-то вот ты это знаешь, как сухофакт. А в ее книге хватает буквально там пары зарисовок, чтобы ты абсолютно четко почувствовал то, что чувствовали люди в то время. Папа был из той категории людей, которые безжалостно изымали в 37-м и в 38-м году. Проработал пять лет за границей. В нашем доме творилось что-то невероятное. Дом был построен сотрудниками посольств, торгопедств и прочих. И каждый день десятками гасли окна. Был чемоданчик с приготовленными там бритвенными принадлежностями, полотенцем, мылом. Я все это помню. Я считаю, такие книги нужно просто вносить в школьную программу. Мне вообще честно, мне кажется, что мы мало задумываемся, мало чувствуем сейчас. Нам некогда. Это все, конечно, полезно. Напомнить тем, кто это забыл, и рассказать тем, кто этого не знает. А дальше, не знаю, вам это может показаться банальным, но это такая мощь. Это, конечно, Бейонсе. Но не та, которая смотрит на нас из клипов. А та, которая остается за кадром. Та Бейонсе, которая работает. Так вот, как только мне приходит ощущение, что я, типа, устала, или, наоборот, что я чувствую, что мне слишком комфортно, потому что я заленилась. Я иногда думаю, а вот что сейчас делает Бейонсе? Вот в эту конкретную секунду. Она же где-то существует, сейчас она что-то делает. И мне сразу представляется себе, как она на таких вот каблуках уставшая идет с одной съемки на другую съемку, потому что у нее через час там какая-нибудь запись в студии, и что она вот продолжает работать, потому что она горит этим делом, потому что она меняет мир вокруг себя и вообще мир. Поэтому будем называть ее ответственной за мотивацию и работу. И остается последняя глава. Она была особенной при жизни. И нельзя сказать, что теперь она легенда. Она была легендой уже тогда. От каждого ее движения, от каждого ее взгляда, улыбки, внутри еще хочется какое-то желание быть женственнее, милее, грациознее. Привет-привет. Это еще кто? Маку Элвуд. Я однажды играла одну из ее ролей. Да, не дурно, черпу бери, ты, пожалуй, самый высокий гонорар в моей жизни. 60 фунтов? Что вы такое огородите? Я не думала предлагать вам 60 фунтов. А придержите язык. Откуда нельзя? Да никто не возьмет ваших денег. Нет, у меня столько. Зато кто-то возьмет метлу и всыплет вам, как следует, если не перестанете реветь. И могу вам сказать, что быть вот такой легкой очень сложно. У нее это получалось органично, потому что она такая была. Это даже, это не актерская игра, у нее не было актерского образования, она такая. Дай знак, когда готов. Скажи, поехали. Я готов, но что ты задумала? Не важно, просто скажи, поехали. Ну, поехали. Боже мой, как ты прекрасна. Я должна была сбежать вниз и не споткнуться, и не смотреть под ноги. Стой! Не могу, фотографируй. Но нет никого могущественнее, чем вот такая хрупкая, слабая, женственная девушка. Читая биографию Одри Хэбборн, понимаешь, что в ее жизни не было ни одного мужчины, который бы вот добровольно не расположился бы у ее ног. Но могу сказать, что без Одри я бы ничего не придумал. Никогда. Она сказала, знаешь, когда я надеваю белую блузку или костюмчик, который ты сделал для меня, у меня такое чувство, что твой костюм или твоя блуза защищают меня. И эта защита очень много для меня значит. И опять-таки, пока я готовила это видео, начала смотреть ее биографические фильмы. Я была вдохновлена тем, как много она занималась благотворительностью. Она, как ребенок войны, очень понимала, как благотворительные организации могут помочь детям, потому что ей помогли. Я одна могу очень мало, но я могу внести свой вклад в целый ряд мероприятий, организуемых ЮНИСЕФ, для того, чтобы помочь детям. Я видела это. И меня переполняет негодование. Я не верю в коллективную вину. Но я верю в коллективную ответственность. Она не просто красивая актриса, она потрясающий человек. И, на мой взгляд, отличный образец того, на что должна смотреть девочка, когда она растет и выбирает себе какой-то пример для подражания. Пять утра. Стукнуло тем временем. И мне очень интересно будет почитать, кто вдохновляет вас, почему. Пишите мне, пожалуйста, это в комментариях. Мне очень это все трепетно, важно. И, короче, все, я пошла спать. А, забыла сказать. Ставьте лайк этому видео. Мне правда будет очень приятно, потому что это что-то такое от души. Вот. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. С вами была Таня Старикова. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!